всем привет так продолжаем эксперимент сейчас дверь сушим активно лампой в режиме лака лак сушим пару-тройку раз просушим дадим остык просушим еще и будем тестировать адгезию далее посмотрим на вот этот образец что нам видно видно небольшие контуривания чуть-чуть уже видно на отблик чуть-чуть рисочку от 240 конечно мусора много мешает так и сам лак лак стоял ночь сейчас 8 утра ну ногтем цепляется ночью думаю было прохладно но у нас сейчас минус с них лежит было прохладненько отопление выключено вот рисочка вида но на углу эту 150 куни дотер я показывал какой вывод можно так быстренько сделать что 240 хоть и разрешено нанесение но лучше все-таки кинуть на 320 и опять же не в таких открытых местах как допустим плоскость порожек где-то уголок на бампере краешек крыла локальный ремонт да подсушить если надо где-то потереть и потом только работать дальше вот так вот грубо наобум делать элементы конечно не вариант дальше идем это ти филлер толстослой грунт условие реально толстую я сейчас снял выкраску померяем толщину высох хорошо на ноготь вообще не берется меряем толщину толщиной мерил на столе поэтому на столе будем промерять было 80 в среднем давайте сейчас пару замеров сделаем пятьсот пятьсот десять пятьсот десять почти ну пятьсот пять где-то на уменьшение ну то есть в среднем мы возьмем даже 500 округлим туда-сюда минус 80 420 микрон с трех с половиной слоев это нифига себе какая толщина но я бы этот грунт бы разбавил еще то есть два раза больше разбавитель чтобы он наносится через 1 8 нормально так ну пластину не покрутила она была приклеена на двухсторонний качу как это обычно делается из пластина не покручена значит усадку этот грунт прям такую мощную не дает обычно если сильно усадка идет пластина вот так выворачивать буквально через пару часов так что мы можем делать дальше мы можем попробовать этот грунт пошлифовать посмотреть как он шлифуется потом открасим и залакируем быстрым лаком в течение пяти минут который камере сохнет главное чтобы освободилась камера прошло три цикла сушки по шесть минут с охлаждением до комнатной температуры теперь у меня к сожалению нет разрушающего ножа правильного ну хотя бы сделаем просто насечка сейчас насечки делаем глубоко квадратом примерно миллиметров по 4 по 5 так попробуем сначала на скотч на обычный малярный скотч хорошо прокатанных потом на бронированный скотч который очень крепко держится в поверхности ну на скотч на малярный понятно браться ничего не должно так нас тут отвлекают мешают потону будет шумно но нам главное факт результат проверки так сказать все чисто все ровно не удирайся сейчас чтобы не мыть керхером и не мочить здесь поверхность возьмем торнадор но давление хорошее если она сможет оторваться на торвется нормально так делаем теперь тест это дас из торнадор те кто более-менее представляет как он работает понимают что вот это вот фиговина из которой идет воздух под большим давлением тянет за собой жидкость которая тут есть то есть тут и воздух и жидкость такой два в одном так ну результат очень хороший в принципе как и должен отработать силер ничего страшного произойти не должно но могло бы что угодно покрашены на глянец на глянце держится это не значит что через этот грунт можно красить наружный элемент точнее рекомендуется красить наружный элемент прямо на глянец этот грунт предназначен для того чтобы где-то в недоступном месте там где мы не можем зачистить нормально усилить адгезию вы видите что даже на плоскости там в уголочке где нет механических воздействий будет само собой держаться хорошо там где под ручкой не можем залезть вот тут вот в этот кантик вот тут допустим проемы эти да на них нет механического воздействия воздуха влаги такой прямой и всего остального поэтому отмыли скотч брайтон там что смогли продули обезжирили через силер нанесли любой лакокрасочный материал и будет содержаться наружку конечно ну рекомендуется зачищать халявить настолько уж сильно не надо по поводу лака лак просох с лаком все нормально без за ночь тут то что можно стереть ты уж сильно конечно хотя это отпечатки пальцев то есть за ночь в прохладном помещении ну градусов думаю может 15 было конечно терять для ниже было ну все просохло все нормально 920 видится хорошо глянец хороший шагрень растекается вот если бы я добавил не 15 10 процентов шагрень была бы выше можно регулировать разбавителем очень предсказуемый лак хорошо себя ведет чувствуется так идем дальше идем дальше 6 элементы выкину что-то не мешали бы местами то будем пробовать шлифовать этот грунт сразу четырехсоточкой ничего не происходило я ничего не дослушал один эксперимент интересен самому это я пальцем вчера щупал засох не засох кратер который был глубокий шпатовки он так и виден посмотрим что там с толщиной будет получаться если сейчас проявим все покрытие и четырехсотки попробую брать этот глубокий кратер но я сомневаюсь что он идет потому что он реально очень так начнем пробу запила в грунта беру 400 кубитрон 3 мовский кубитрон наждак хороший но если грунт будет его забивать это будет видно это мы сейчас и проверим что он давайте посмотрим что он не может быть вот он вот он вот он вот он вот 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 Так, в двух словах О том, как перетерлось Это все только брусок 400 Терлось хорошо Вот тут вот Точечка вон еле-еле Это я проявку оставил Стерлось Нигде ни на каком из торцов протира нету Грунт реально толстый Ну тут протир, потому что точку эту тер А так вот здесь, мы видим, тут Ничего не протерлось Реально толстый слой Трется хорошо, наждак не забивает Это при том условии, что Ночь сохла, ни лампа, ни чем я не досушила Из коррективов, какие я хотел бы внести Это просто его Полтора, а то и два раза больше Добавлять в него разбавителя Тогда он будет легче наноситься Только нанесение мне не понравилось Потому что очень густо было Но скажу так, реально толщина, как у жидкой шпатлевки Как грунт, не имеет смысла так толсто его носить Поэтому разбавить можно жижи Наносить чуть-чуть более тонким слоем Просушивать хорошо И трется он реально изумительно И шагрени на нем, если его разбавить жижей Я почему-то уверен, что вообще не будет Потому что даже такой толстый слой растягивался хорошо Сейчас перебьем рисочку на мягкой проставке 400 наждак и будем красить через черное Просто посмотреть И для меня более интересно проверить сразу лак Вот этот макрофан 405 И вам баночка на заднем фоне Так, открасим сейчас обычем черным И попробуем молочок Как он реально за 5 минут 360 просохнет Так, будем разводить лак Макрофан 405 Отвердитель есть 120 км Разводится он 2 к 1 И 10-15% разбавителя Смотрим по отвердителю, что это 120 Если не сушить, то от пыли 20 минут Монтажная прочность 2 часа Мы будем сушить в камере при температуре 60 градусов Без выдержки 15 минут У меня нет МТ-405 раздавителя специального У которого 5 минут сушка указана Без выдержки, это значит, что отлакировались И вышли сразу, включили сушку Указано, что с этим отвердителем Один слой и один тонкий слой Либо в один слой, либо в полтора слоя Выдержка между слоями Можно без выдержки И конечная выдержка 0,5 минут Пока мы как раз включим камеру Пройдет, пока она включится, разогреться Где-то 3 минуты Рекомендованное количество панелей Одна-две панели с таким разбавителем Такие вот условия размешиваем Два к одному и добавим Ну давайте 15% Разбавитель у нас Для них Медиум Общий разбавитель Для всех материалов Не надо Сделаю 100 грамм Мне вот эта штука Очень понравилась у них Я у других компаний По крайней мере Мне никогда ничего В таком роде не продавали Прокручиваем И спокойно себе работаем Материал не испаряется Наливать очень удобно Наносить буду с Дюзе 1,5 HD Пенинфорина своей любимой Для лака А вообще для нанесения пистолет Ну как таковой Прям глобальной роли Не сыграет Главное, чтобы вы к нему привыкли Чтобы знали С какой скоростью В принципе он может раскладывать лак Какое давление Разные лаки любят на этом пистолете И так далее Инструменту надо Хоть чуть-чуть Но быть своим знакомым Либо иметь хороший опыт Просто Ну что ж Навалим Пол слоя Сразу слой Выходим Включаем камеру И засекаем время Ох нифига себе Как пол слоя растянулись Обалдеть Вот это он натягивается Выходим Включаем камеру Блин Ну это Это великолепно Я пол слоя кинул Я прозрел Охренеть Главное, чтобы он не потек Мы, собственно, проверим Сейчас Всем привет Вот это глянец Я реально чуть-чуть Это Чуть-чуть в шоке Все-все-все Хорошее Сторожно лететь Пойдемте включать Сушку бегом Так У нас сейчас По этим часам 14.10 Включаем сушку 60 градусов И зайдем мы Ему надо 15 минут 14.25 Вот, давайте Главное, 15 минут Кто я уже В этих Данных Позапутывался Да, 15 минут При 60 Зайдем в камеру 14.25 Есть один Только минус У камеры Что Они не быстро Разгоняются Вот уже прошло Почти 2 минуты А она еще Не начала работать Ну, я думаю Производитель лака К этому как-то Подготовились Так, ну уже Температура Сабина стоит 58 градусов 4 минуты То есть нормально По идее Сейчас вот В 25 Зайдем Ну, мы включили И посчитаем Со старта включения Не со старта прогрева Хотя Часто пишут Что Именно Температура Элемента 60 градусов Не помещение А элемента И с этого времени Якобы должен Начинаться Отчет С этого момента Ну, подождем Тут осталось Чуть Сейчас включим Свету Чтоб там Светло было И пойдем Потом смотреть Что-то Пик упал Ух Ух, как он Блестит Класс 25 минут Сейчас мы спрячем С стоматолога Вот этих О Тут реально Гарно Опа Элемент Горячий Но сухой Вот это Лакировано Дешманским Лаком Но он тоже Сухой Но я Раньше Их от Лакировал Они Межслойку Получили Я как только Начал Лакировать Реально То есть Даже с условием Что он Горячий Все Встал Все А если ему дать Нормально Остыть Я даже не буду В принципе Выносить Экспериментировать Четко Реально Четко Полированный Стекло Жаль Что этот Лак Не для Полных Открасов Но Если С обычным Не быстрым Для него Отвердителем Сделать Я думаю Борт Провалить Можно В легкую Круто Круто Прямо Очень понравилось Я добавлял 15% 10% Больше Не надо По моим Ощущениям Десяточки За глаза Хватит Так Ну Подведем Такие Итоги Именно По Этому Материалу Грунт Мне не понравился Как наносится При стандартных Рекомендациях Разбавления Но Очень понравилось Как он Высох за ночь В холодном Помещении Как он Терся Четырехсоткой И В принципе Его Наполняющие Вот эти Способности Вот тут Была дырка От шпатлевки Сушка Прошла Да Понятно Что еще Может быть Что-то Подсядет Но Ничего Такого Не видно Все нормально Все круто Лак Этот Прямо Меня удивил Как он Растягивается Прямо Я реально Удивлен Я не ожидал Даже такого И по сушке Действительно 15 минут Так 15 минут Это не полные сушки Из них 5 минут Камера только Разгоняется А потом Только реальных Там минут 8 Температура Держится 60 Высох Он Хорошо Так Мы еще глянем На вот это крыло Прошел Почти Целый Рабочий день Делать вечеру Четко Виден Контур От Протира Чуть Просат Риски В этой части Так По плоскости Риски Нету То есть Она Схавалась А вот В зоне Протиров Там Где Мультиповерхность Получается Просматривается Но опять же Это эксперимент Чтобы Понимать Видно Не видно 240 Видно То есть 320 Уже Хорошо На плоскости Ну и тут Эксперимент Показал Что Держится Держится Причем Нормально Держится Для скрытых Всяких Мест И чуть Чуть Недомотованных Участков Вполне Пойдет Так Ну остальные Материалы Протестим Уже Непосредственно В столице Всея Руси Я там Буду Некоторое Время Поэтому Сможем Это потестить Лично С технологом На этом Всем спасибо Пока